Многие пациенты мне часто задают один и тот же вопрос. Все спрашивают, Мишаня, а зачем же заниматься спортом? Ведь спорт это не мое. Я не люблю двигаться, не люблю делать зарядку. Для чего мне нужно делать каждый день по 2-3 раза в день зарядку? Включаю. Все ваши суставы, они не кровоснабжаются. Все суставы получают питание диффузно. То есть, когда они работают. Вы не поверите, помимо того, что у нас есть локтевые суставы, плечевые суставы, коленные суставы, голеностопные суставы. У нас есть еще суставы в позвоночнике. Они называются фасеточные суставы. Так вот, давайте разберем, каким образом наши суставы напитываются. Возьмем, к примеру, тазобедренные суставы. Когда вы делаете шаг, ну, например, загружаете правую ногу, у вас происходит в суставе компрессия, такое некое сдавление. Когда вы наступаете на левую ногу, у вас правая нога разгружается, сустав уходит немножко назад, и в этот момент в сустав поступает межсуставная жидкость, и сустав начинает напитываться. Все то же самое, та же самая логика, переходит на все остальные суставы, в том числе и на фасеточные суставы в позвоночнике. Поэтому, если вы не будете двигаться, если вы будете двигаться мало, то во всех ваших суставах, которые вы не задействуете, начнут происходить дегенеративно-дистрофические изменения. А дальше скованность в движениях и боль. Ну и дальше вы приходите ко мне на прием, и я начинаю вас учить жизни. Поэтому, ребята, больше двигайтесь, если вы хотите, чтобы ваши суставы были здоровыми. С вами был Мишаня Бычков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте обязательно лайки, жмите на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых и полезных видео. Субтитры сделал DimaTorzok